Всем привет, мои господа, с вами новый выпуск Бэтсайенс. И сейчас мы сделаем такую охренительную хрень. Мы сделаем торнадо из огня. What the fuck? Это верхняя часть нашего торнадо. Я уже закрепил металлическую сетку хомутами на наше внешнее кольцо. Теперь мы загибаем нижние части сетки и прикручиваем их к нижнему кольцу. И вуаля, наша конструкция готова к первому запуску. Итак, вся конструкция готова к запуску. Подсоединяем газ, зажигаем и смотрим, что у нас получится. Погнали, протестируем эту хрень. Запуск огня на торнадо номер один. Погнали. Сейчас я буду уметь наподавать поток газа прямо сюда и подожгу эту долбаную ворону. После первого запуска вот что я понял. Не стоит затягивать со временем горения нашего огненного торнадо. Потому что рано или поздно у него загорается дно и плавится наша ось из фиджет-спиннеров. Так как я вовремя заметил эту проблему. Вращательный механизм особо не повредился. Поэтому мы переходим к кулинарному применению данной конструкции. Бонжур, мадамы и миссио. Меня зовут Луи. Это мой партнер Сантьябов. Сегодня мы научим вас готовить первокла... Дверь. Сегодня мы научим вас к настоящему французскому рецепту приготовления супер первоклассных хот-догов на огненном торнадо. Поэтому не будем много болтать и приступим к приготовлению. Спасибо большое за просмотр. Дамы и господа, не забудьте поставить кнопку лайка внизу под данным видео, а также подписаться на наш долгий канал. Если это видео соберет больше триллиарда просмотров, в следующем видео мы раскроем секрет того, как приготовить шашлык с помощью вашего горячего дома. А с вами была программа «Механический смак». Ахайвуар, дамы и господа. В принципе, явление огненного торнада достаточно понятное и объяснимое. Но стоит описать его с научной точки зрения. И так как я устал записывать свой закатровый голос, пусть вам об этом расскажет робот. Че кого кожаные мешки? Давайте-ка разберемся. Чье это за неведомое явление Бэт Сайенс нам тут наворотил ее? Ну, во-первых, и так понятно, что это смерч, образуемый воронкой воздуха, которую создает металлический каркас этой вращающейся игни, которую Бэт Сайенс сделал. Поэтому я просто расскажу вам, как работает сам торнадо и почему он принимает такую форму. Вращающийся в воздух создает воронку. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Поэтому пламя принимает форму огненного столба, на котором можно жарить стейки или сосиски для хот-догов. Нига, на этом все, народ. Мне пора заряжаться. Пис. Э-э-э-э-эка. Вот и закончился еще один крутой эксперимент. Если вам понравился данный выпуск, размажьте эту долбанную кнопку лайка, как говорил ведущий этого кулинарного французского шоу. А также не забудьте подписаться на канал. И еще есть такая тема, когда нажимаешь на колокольчик, уведомления о новых видео приходят гораздо быстрее и удобнее. Поэтому нажмите на долбанный колокольчик. Ну, конечно же, любите Бэт Сайенс и оставайтесь с нами. Увидимся в новых не менее крутых видосах. Всем пока! Мадам и миссию. Эту идею я подчеркнул в приложении Эристика. Поэтому, если вам интересны крутые челленджи и споры, переходите в данное приложение, предлагайте свои крутые идеи, и, возможно, многие из них я выполню в следующих выпусках. Я не понимаю, почему никто не подписывается на мой инстаграм? У нас же охренеть, как много крутых новостей в инсте. Подпишитесь на инсту Бэт Сайенс Шоу. Там выходят крутые истории и анонсы новостей о том, что будет в следующем выпуске. Мой ну быстро подписаться на мой инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok